И буквально в секунды митинг, состоящий в основном из пенсионеров, недовольных методами новой власти, превратился в пикет молодых запорожцев под российскими и белорусскими флагами. Сразу же начались небольшие столкновения с идеологическими оппонентами и словесная перепалка с городским головой, который также вышел на диалог с митингующими. Мы не поддерживаем власть, которая в Киеве. Мы ее не приемлем. На данный момент... Отсоедините тогда, зачем вы с флагом России приходите? Почему на областной администрации машут бандеровскими флагами, которые неприемлемы жителям наших регионов? Собравшиеся здесь уверены, наше государство должно просить помощи у России, которая нас обязательно защитит от фашизма, и неких бандеровцев, которые якобы здесь всех ущемляют. Я держу российский флаг ради того, чтобы убрать фашизм с Киева. Я не поддерживаю текущую власть. Против вооруженного фашистского правого сектора нас может защитить только Россия. Причем мирно, мирно защитить. И чтобы славян не обижали, и чтобы не было интервенции Запада. Вот вас лично кто и как обижает? Если честно, я вообще слабость так сказать села, но русский язык, например, за русский язык нас обидели, нас отменили. Вот эта женщина одна стояла в стороне с украинским флажком и плакатом «Украина, не Россия». Сама говорит россиянка, но позицию митингующих не поддерживает. Дайте шанс нашему украинскому правительству. Я думаю, что через два года мы поднимем Украину. Украина просто расцветет, и русский народ начнет, наоборот, эмигрировать на Украину. Под лозунгами «Беркут – герои, Россия и сотню ГЭТ» митингующие не расходились еще долго.